Приближается 1 сентября, а это значит, пришла пора готовить детей в школу. Все родители хотят, чтобы их ребенок выглядел красиво. Для девочек покупают блузочки, юбочки, сарафанчики. Мальчикам необходимо приобрести брюки, рубашки. Ну, рубашки на мальчика у нас 200-210 гривен максимум, обманка 200. Идет, пиджаков нет, вот допустим, на девочек юбка такая 100 гривен, блузки от 130 до 220, зависит от размера. Брючки 300-350, ну, есть 250 на маленькие размеры они идут, и все. Ну, вот так вот. Ну, не на много, но все-таки поднялись. Все равно нужна побольше сумма, чтобы одеть ребенка в школу, тем более дети, которые идут в первый класс, то есть первая затрата идет больше. Как рассказывают продавцы, чтобы одеть девочку, родителям придется потратить в среднем от 2 до 3 тысяч гривен. Все будет зависеть от возраста, размеров и пожеланий. Но не следует забывать и о качестве вещей. Юбочка стартует на девочек 200 гривен, ну, дальше, совершенствование предела и дальше. Блузочки также стартуют где-то 200 гривен. И самая дорогая, вот в частности, у нас 370, но там идет катон, хорошее качество. Сарафаны очень разные. Модели такие попроще стартуют 250 гривен. Самая дорогая модель у нас идет в два предмета 575 гривен. Вот такие. Ну, там два предмета. Там идет и блузочка, и сарафанчик, и все остальное. Средняя цена за сарафанчик 350, 400, 480. Все зависит от модели, от качества ткани, от размера ребенка. Меньше ребеночек, размер до 10, допустим, дешевле. Подросточек уже будет стоить дороже. Подготовить к первому сентября мальчика обойдется не дешевле. Стоимость рубашек от 100 гривен и выше. Брюки от 200. Многое зависит от качества и производителя. Классическая рубашка. Ну, не совсем она простая. Тут качество хорошее. Идет 200 гривен. Рубашечки, если подороже, вот смотрите, они идут. Рукав-трансформер. Очень модная фишка этого сезона. Подворачивается рукав. Делается короткий, длинный. Тоже все зависит от модели и от ростовки. Такая почему? В частности, вот такая 280. Брюки есть в качество попроще. Но это на любителя. Мы стартуем из хорошей классики. Хорошая классика у нас начинается. 300 гривен. Можем предложить джинсовые красивые фасоны. С прекрасными кармашеками. Вот смотрите. Такие почему? Они идут 400 гривен, 450, 500. Ну, самые дорогие там супер плотной ткани на супер юниоров 550 гривен. Вот такая 150, вот эта 150. Что там у нас? Дорогие, вот эти 280-300. Есть 250. И в среднем, знаете, 100 там. Ну, вот такие цены. Как бы цены нормальные в пределах. Еще один немаловажный атрибут, с которым ребенок должен пойти в школу – это рюкзак. Для воспитанников младших классов его стоимость зависит от того, есть ли ортопедическая вставка. Цены стартуют от 400-450 гривен. Такого плана вот 500 гривен. Вот тут и спинка жесткая идет, как бы это. И вот так чуть-чуть старше 650. Вот такая вот спинка идет. Смотрите, как бы это. И молния очень добротная, крупная. Вот это самые ходовые модели. И вот подростковый детский вот такого плана вот 450. Подростковый идет вот такого облегченной формы. Вот 300 гривен. Такого 450. Как бы, ну, разные там модели, разные расцветки. Ну, а вы рекомендуете какие брать? Особенно вот первичные. Ну, вы знаете, ортопед. Чтобы была спинка жесткая, чтобы, как бы, было удобно ребенку в школу. Потому что множество берут. Да. 600 гривен. Есть и такого плана вот девочка тоже, вот ортопед. Есть, многие берут и родители по деньгам, как бы, подешевле, по 200 гривен. Ну, это так, на пару раз. Концтовары вам обойдутся около 300 гривен. Самая дешевая тетрадка с тонкой обложкой гривна 75. Та, что поплотнее, 3. Ручки стартуют от гривны 90 и выше. Дневники по 12. Цветные карандаши тоже 12 гривен. Более качественные и мягкие по 26 за 6 цветов. И несмотря на то, что, как рассказывают продавцы, цены по сравнению с прошлым годом упали, потратиться к первому сентября придется изрядно. Татьяна Коваль, Андрей Романовский, Бессарабе ТВ.